Что вы знаете про дробные числа? Какие они бывают? Урок математики в пятом классе. Тема – дроби. Своё педагогическое мастерство показывает учитель из Сладковского района. В соседнем кабинете не менее серьёзный материал – уголовно-правовые отношения. Для объяснения темы у Ольги Новокшоновой своя методика. Здесь, конечно же, нужно переводить на личность ученика, что это его окружает рядом. И тем более ученики девятого класса – это уже дети, и они достигли такого возраста, когда уголовная ответственность наступает с 14 лет. Поэтому мы сегодня как раз-таки будем рассматривать эту тему на правовых задачах, на информации, на работе с уголовным кодексом. Учителя и ученики поменялись местами. Задают вопросы и ставят оценки конкурсантам не только коллеги, но и школьники. Они входят в состав жюри. Это на самом деле достаточно ответственно, потому что обычно нас оценивают учителя, а тут приходится со своей стороны давать оценку, насколько нам это было бы интересно. Где действительно необычные подходы встречаются, где-то английский преподается, еще параллельно с другими языками, и каждый раз удивляешься тому, насколько хватает воображения. Фантазию проявляют и воспитатели. Главная задача – чтобы занятия были познавательными. У каждого своя тема – животные, растения, правила безопасности, космос. Посмотрите, вот это какое красивое созвездие. И похоже на утюг. Алсу Сулейманова использует блогерство как средство развития речи у детей. Воспитатель из Тобольска предложила ребятам смастерить цветы из подручных материалов и снять видеоролик. Дети рассказывали о традиции своей семьи. Они составили ролик, мы его сняли и показали. Волнение, конечно, присутствовало, но дети умнички и молодцы. Они были моими помощниками, и я думаю, что мы со всем справились. Новые навыки получают и студенты. Мастер-классы для них проводят участники номинации «Мастер года» – преподаватели техникумов и колледжей. Ольга Важенина научила ребят делать экспресс-тесты на коронавирус и измерять сатурацию. Ребята справились, они определили задачи, цели. Они выполнили, вот самое главное, они выполнили этот тест, и они получили результат. То, что ни в данный момент никто из них не заражен COVID-19. Конкурс проводится уже в 30-й раз. А за это время в региональном этапе приняли участие более 20 тысяч педагогов. Это непрерывное повышение профмастерства учителя, потому что эти профессиональные конкурсы – это самая мобильная система, самая эффективная система повышения квалификации. В четверг пройдут соревнования суперфиналистов. Имена лучших педагогов назовут 9 апреля. Они представят наш регион на всероссийском этапе конкурса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова